МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы с тобой стоим практически на перекрестке улиц Чекалова и Советской. Чуть левее от фонтана. Мы с тобой стоим здесь ради того, чтобы рассказать историю этого дома. Чекалова, 33, раньше он имел адрес Рыбная, 12. Здесь располагался губернский статистический комитет. Он здесь был очень недолго, 23 года. 23 года, потому что все губернские учреждения, они были в Херсоне. Но этот по какому-то наитию оставался очень долгое время вот в этом здании. Здание безобразно перестроено, то есть его уже не узнать, оно было одноэтажное, вернее, двухэтажное. Но оно занимало здесь практически целый квартал. Здесь трудилось целых 14 столоначальников, которых были в подчинении там свои клерки, архивариум, все дело производители, там, песцы, там и так далее, тому подобное. Это было очень важное учреждение. Здесь были очень серьезные люди, очень серьезные люди, которые распоряжались, распоряжались земельными угодьями необъятной Херсонской губернии. Это вот не нынешняя, так сказать, не нынешняя гостячковая элита, которая жонглирует городскими землями. Там все серьезно было, очень серьезно. Все дело в том, что статистический комитет, он ведал только населением. Он занимался статистикой убыли и приращения податного сословия. Офицеры генерального штаба, они разъезжали по городам и весям необъятной Российской империи, они там составляли свои отчеты, там, ремесел, развитие ремесел, торговли, промышленности, там, и так далее, то подобное, извоза, там, транспорта. А эти только населением занимались. Сколько родилось, сколько-то умерло и так далее, и того подобное. И вот надобность в этих статистических комитетах, она появилась в 1858 году. В этом году состоялась последняя ревизская перепись податного населения Российской империи. Вообще, ревизских переписей всего было 10, начиная с Петровских времен. То есть, с 1719 года, потом, если мне память не изменяет, 1738, 1756 и так далее. То есть, там, через 20, 30, 15 лет и так далее, и тому подобное. Почему люди были серьезные? Это было такое коррупционное ведомство. Но я не знаю, вот сейчас мне даже трудно с чем сравнить. Эти люди, эти люди отвечали за то, чтобы отбить государственную номенклатуру податных налогов. Вот, в Херсонской губернии, например, живет столько-то людей. Должно быть собрано столько-то налогов. А если учесть, что за помещих крестьян платили сами помещики подушный налог, а государевые крестьяне платили каждый за себя, то, соответственно, вот это была база для коррупции. То есть, люди умирали, рождались. Ревизские переписи раз в 20 лет, а может в 30, а может в 15. То есть, там разные промежутки. Ну вот, я не знаю, старшее поколение, наверное, в принудительном порядке читало по школьной программе «Мертвые души Гоголя». Я не знаю, сейчас изучает, не изучает. Это вот то самое. Вот во времена Чичикова, в 1836 году, население Российской империи составляло 72 миллиона 700 тысяч человек. 700 тысяч, 756 тысяч, у меня что-то вот такая цифра осталась. 13 миллионов к этой переписи было мертвых. И 20 лет помещики стонали, наплатили за 13 миллионов умерших своих крестьян. Надо было сделать так, то есть, они не хотели расставаться с этими деньгами. То есть, многие были, так сказать, не олигархи, то есть, многие помещики были там, тоже там сводили концы с концами едва. И вот они приходили сюда. Они приходили сюда, плакались в жилетку, им советовали. А вы продайте своих крестьян мертвые души. То есть, вот сюжет на ровном месте не появился. То есть, Пушкин отдал Гоголю сюжет. Таких Чичиков было два вагона. Вы продайте кому-нибудь этих крестьян. Платите один раз налог, и больше ничего не будете платить. Естественно, находились такие агенты, которые скупали мертвые души. Мертвые души шли сюда, регистрировали здесь сделку, убыль податного населения. Потом ехали в любую другую губернию и так далее. То есть, они 3-4 губерния проходили, вот эти вот статистические комитеты, потом след этих крепостных терялся. Терялся. Все были счастливы. Как правило, комиссионные таких агентов составляли 20% стоимости крепостного. 20% стоимости крепостного. Но вот, когда Российская империя стала осваивать необъятные просторы Херсонской губернии, здесь стали раздавать землю. Ну, сначала героям русско-турецких войн, потом стали раздавать землю героям войны 1812 года. А потом тут началось. Ну, вот удалось проследить передачу земель нескольким лицам. Вот у меня в памяти вот сидит. Волконские получают земли в Баштанском районе 36 тысяч десятин, 14 квадратных километров. Нормально так, да? Что они делают? Они перепродают эти земли. То есть правительство надеется, что они заселят своими крепостными, там, с Центральной России. Они этого не делают. Потому что все это, так сказать, связано с накладными расходами, там, с какими-то рисками, там, и так далее. А зачем? У них там вот нормальные имения в Центральной России, которые приносят доход, а тут надо кого-то куда-то везти. Там, там, они перепродают эту землю, часть, потом селят каких-то арендаторов, арендаторов. И казна не получает никакого дохода, дохода. Князья Голенищевы в Арбузинке получают 44 тысячи десятин. Что они делают? Они закладывают эти земли в банк. Банк получает ссуду на этот залог. И покупают себе во Владимире стекольную мануфактуру, которая работает и приносит устойчивую прибыль. Эти земли опять поступают. Они делают еще раз перезалог этой земли. И опять получают ссуду. И расширяют свое там стекольное производство. 30 лет эти 44 тысячи десятин висят мертвым грузом на казне. Никто не хочет покупать дважды перезаложенную землю. И вот когда появляется правительственный указ, фенатский указ, о том, что государство опомнилось как-то. Не давать никому землю, то есть никаким частным лицам, без условия того, что будут населены эти земли трудолюбивыми земледельцами. Ну, там вот такой текст там. И разного рода ремесленным людям. И вот тогда, и вот тогда началась эпоха Чичиковых. То есть надо было заселять эти земли. И заселять не просто так. Правительство давало 343 гривны и полкопейки. Такая вот какая-то некруглая сумма. На вспомоществование переселенцам. Будь то помесящие, будь то государевые крестьяне, все равно. Ты не в банк и получай 343 рубля своих и полкопейки. И вот тогда, тогда начинается вот эта вот теневая биржа мертвых душ. Есть такая замечательная, он же покойный, по-моему, историк Валентина Дружинина, который исследовал крепостические отношения. Именно вот эту вот практику торговли мертвыми душами. Валентина Дружинина была такая. Да, она уже покойная. И вот она приводит такой интересный документ. Внезапно, в 1835 году, все дворянство Курской губернии вдруг обратилось в правительственный сенат. С просьбой не чинить следующую перепись. Мы готовы уплатить все долги, все долги за умерших крестьян за 10 лет подряд. Вот, если раньше, так сказать, умершие крепостные, это была какая-то там податная нагрузка, то теперь это выгодный бизнес. Появляются чайчиковые, появляются чайчиковые, они вот, так сказать, прямо по гугле ездят по этим селам, скупают мертвые души, то есть они растут в цене, появляется спрос. Потом они везут сюда, в этот статистический комитет. Здесь их регистрируют. Говорят, вот, у меня там две тысячи крепостных, я готов заселить там какой-нибудь там Ананевский уезд. Ему выделяют землю пустую еще, он получает в банке на них деньги с помощью ствования, и исчезает. Вот и все, вот Павел Иванович Чичиков, это вот один из тех. Но дело не в этом. Вообще-то Гоголю подсказал сюжет Пушкин. И когда вот он в своей одесской ссылке был и работал у графа Воронцова, губернатора Новороссийского края, он наблюдал своими глазами все вот эти вот махинации. Поскольку он человек был далек от этого коррупционного, далекий от этого коррупционного бизнеса, то он, соответственно, видел, так сказать, как жонглируют этими землями, этими мертвыми душами. Он видел, как генерал Инзов расселяет немецких колонистов, из которых прибыли осенью. А деньги им на подъем, а колонистам давали немножко больше денег. Там, по-моему, 793 рубля каждой семье давали. А потом чиновники приезжают с этими деньгами уже по весне. Когда-то, сказать, люди, оказавшись в голой степи, выросли без землянки. То есть там половина умирала. Естественно, вот прибыло столько-то, прибыло столько-то денег, выделено столько-то. В реальности столько-то. В реальности все остальные деньги, естественно, в карман. То же самое с мертвыми душами. И Пушкин это все видел. Пушкин это все видел. И вот Валентина Дружинина, она говорит о том, что злые языки нашептали Воронцову, о том, что у него какие-то интимные отношения с женой Елизаветы Ксаверевной Воронцовой. Но это вовсе даже не поэтому. То есть он был такой белой вороной, и белой вороной его отправили, соответственно, сразу в Михайловское, потому что он, так сказать, не участвовал во всех этих махинациях. А это здание, которое было статистическим комитетом Херсонской губернии, оно раньше располагалось в здании магистрата, потом его сюда переселили. Оно здесь прочитывало до 1863 года. Потом, как и все губернские учреждения, его перевели в Херсон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова